Я не люблю давать личные комментарии о ком-то, кто уже мёртв. Что я сделал? Разработал телефон. Если бы вы не разработали его, это сделали бы корейцы. Скажите мне, разве не важно, чтобы вы были приятным и замечательным человеком? Вопрос от Рима. Он говорит, что Стив Джобс обладал дурным характером. В отношении своих сотрудников он часто использовал ненормативную лексику, публично увольнял их и заставлял работать на пределе возможностей. Он также считается одним из величайших новаторов нашего времени. Оправдано ли такое поведение, если оно приносит результат? Я не люблю давать личные комментарии о ком-то, кто уже мёртв. Но, скажите, то, что мы делаем, — это одно. Какие мы люди, — это другое. Разве не важно, какой вы человек? Да? Я сделал кое-что. Что я сделал? Разработал телефон. Если бы вы его не разработали, это сделали бы корейцы, китайцы. Индийцы тоже начинают этим заниматься. Да или нет? В мире существует определённый процесс, с помощью которого вы можете создать бренд. Я хочу, чтобы вы поняли. Вот ты врач, по крайней мере, на пути к этому. Этому организму нужен кислород или углекислый газ? Кислород. Но люди накачали углекислый газ в бутылку и сказали, «Кока-кола, вливайся». Это самый крупный бренд на планете. По крайней мере, за все годы его существования больше людей пили «Кока-колу», чем занимались йогой или чем-то ещё. В самой отдалённой части Индии, если бы вы отправились туда 20 лет назад и произнесли там слово «йога», никто бы не знал, о чём вы говорите. Но если бы вы сказали «Кока-кола», вас бы поняли. Только потому, что это такой бренд, который продаётся таким образом. Неужели ваш организм полюбил углекислый газ и разлюбил кислород? Это так? Нет. Так что бренд можно создать разными способами. Не нужно придавать этому большого значения. Скажите мне, важно ли, чтобы вы были приятным и замечательным человеком? Разве это не важно для вас? Либо же посмотрите на это с другой стороны. Вам нравится, когда на вас кричат? Я могу кричать. Нравится, когда на тебя кричат? Нет. Тогда почему вы думаете, что это нравится кому-то другому? Да? Вы не хотите, чтобы вас оскорбляли? Не так ли? Хотели бы вы, чтобы вас оскорбляли? Тогда почему вы думаете, что это нравится кому-то другому? Когда тебе это не нравится, ты знаешь, что это нехорошо для тебя. Почему ты так поступаешь с другим человеком? Зачем ты это делаешь? Ты в корне утратил свою человечность. Не так ли? Так что я не думаю, что факт, что ты заработал много денег, имеет значение. Александр, великий идиот, покорил половину известного мира. Что это значит? Для меня это ни черта не значит. Только дурак назовет такого человека великим. Он провел всю свою жизнь, убивая людей. А вы называете его Александр Великий. Нет, вы забыли его фамилию. Идиот. Так что, пожалуйста, не следуйте этим стандартам. У кого-то столько-то денег, и поэтому он становится великим человеком. Я так не думаю. В любом случае, если наступает преждевременная смерть от рака, ты не можешь забрать с собой все свои деньги. В конце не будет сервиса по доставке. Он даже сказал, в то время у него было личное состояние около 46 миллиардов долларов. Он сказал, «Даже если мне придется потратить каждый доллар из этих 46 миллиардов, я хотел бы использовать эти деньги для уничтожения Google. Потому что... хотя они и не производят телефоны, но они стали более крупной силой в стране. Так что вы хотите убить их, даже если потеряете все свои деньги. Есть такие люди. Даже если у меня вырвут оба глаза, я хочу забрать один ее глаз. Для меня это самый незрелый уровень существования. АПЛОДИСМЕНТ 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 Субтитры создавал DimaTorzok